Всем привет! Я Наталья Толчинский, я опять с вами. Мы продолжаем учиться навыкам правильной осмысленной покупки кухни. Надеюсь, вы посмотрели предыдущие уроки. Если нет, сделайте это, пожалуйста, потому что наши видео уроки выстроены в соответствии с этапами покупки кухни. А сегодня мы поговорим про человеческий фактор. Он играет роль везде в нашей жизни, и покупка кухни не исключением, а скорее даже классическая область, где человеческий фактор во многом решающий. Ответьте себе на вопрос. Бывало ли такое, что вы делали выбор против той или иной вещи, потому что вам не понравился продавец? Или наоборот, покупали не потому что вещь вам нужна была, а потому что продавец очаровал? Думаю, большинство среди вас ответит «да» на оба вопроса. Есть, конечно, люди, которые по своему психотипу просто игнорируют и даже, я бы сказала, выключают личность продавца из своего восприятия. Но их меньшинство. А мы поговорим о подавляющем большинстве. Так вот, при покупке кухни важно найти своего консультанта. Что же это значит? Все очень просто. Этот человек должен хотеть вам помочь в решении вашей проблемы. Ведь покупка кухни – это стресс. Куда пойти? Какую выбрать? Да еще непонятно, что мне там расскажут и навяжут. Раньше у вас не было нашего обучения, и вы принимали решение о покупке, не имея общей картины и осмысленного анализа. Но теперь-то оно у вас есть. Вы уже посмотрели видео о выборе кухонного производителя. Я очень на это надеюсь. Если не посмотрели, вернитесь и посмотрите. Очень часто покупатели делают вывод о производителе по личности консультанта. Не могу говорить в этой связи за всех производителей сразу, но в салонах на Билле работают кухонные специалисты, а не менеджеры по продажам. В чем же разница? Давайте разбираться. Менеджер по продажам должен вам продать. Кухонный специалист оказывает услугу. Чувствуете разницу? Мы считаем, что продажа кухни – это оказание услуги, а не продажа набора ящичков. Какими навыками должен обладать все-таки серьезный кухонный специалист? Он должен быть в первую очередь максимально технически подкован. У него должно быть хорошо развито пространственное мышление. Он же видит помещение перед тем, как рисовать, и уже должен мочь в голове представить себе результат. У кухонного специалиста развито чувство прекрасного и хороший вкус. Но самое главное – он должен быть внимателен к людям, слышать их пожелания и нужды. Даже если человек сам не до конца понимает, что он хочет. Настоящий специалист всегда хочет быть полезным и помогать своими знаниями другим людям. Но хорошие специалисты, к сожалению, на рынке на весь золото. И как же отличить в салоне, кто перед вами? Менеджер по продажам или кухонный специалист? Ну, это как игра в мафию для тех, кто в теме. Кухонный специалист очень внимательен именно к вам. Расспрашивает вас про ваши привычки, домашние устои. Он дает много рекомендаций, как можно оптимизировать проект. Если вы пришли в салон с эскизом, например, от стороннего дизайнера, специалист никогда не бросится его перерисовывать и считать цену. Он сначала критически оценит эскиз с точки зрения удобства и эргономики. Проанализирует, подходит ли этот вариант именно под ваши нужды. Кухонный специалист всегда на вашей стороне. Запомните это. Он никогда не будет начинать планировку, не уточнив ваш бюджет. Он будет стараться выжать из проекта максимум на ту сумму, которую вы ему озвучили. Поверьте, в кухне этой возможности огромны. В одно и то же помещение, только в одной набилии, вы можете купить кухню как за 200 тысяч рублей, так и за миллион. Все в руках вашего кухонного специалиста. Поэтому кухонный специалист – это самая ключевая фигура. Повторюсь, кухня – это не продукт. Кухня – это услуга, которую вам оказывает именно ваш кухонный специалист. А продукт – это просто набор ящичков и досочек из пресс-листа. А как будет выглядеть сама кухня? Будет ли она оптимальной цены? Будет ли она удобна и продумана? Зависит от вашего специалиста. Наш лайфхак – полагайтесь на вашу интуицию. Если человек вызывает у вас доверие и искренне старается решить проблему, предлагает отличные решения и просто всячески включает мозг, то считайте, что вам повезло. Вы нашли вашего кухонного специалиста. Ну что, наш урок сегодня подошел к концу. Но мы скоро увидимся опять на следующем занятии и поговорим на тему планирования кухни. Поставьте нам, пожалуйста, лайк, нам будет очень приятно. Ждем вас на следующем уроке. Оставайтесь с нами на связи. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее занятие. Кроме того, очень просим вас подписаться на наш аккаунт в Фейсбуке, Инстаграм и на мой личный аккаунт. На этих площадках мы будем делать анонсы следующих видео. И, конечно же, там есть масса полезной информации. До встречи на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok